приветствую дорогие мои зрители о чем мы сегодня поговорим я уже неделю работаю в магазине я хочу вам рассказать свои впечатления и хочу вам рассказать о том что предпочитают про француженки выборе одежды вы знаете первое впечатление какое работа безусловно магазине очень-очень трудно и самое трудное это стоять на ногах потому что общение с клиентами мне например никакого дискомфорта не не доставляет причем мне это очень-очень нравится и в принципе сама работа интересная особенно подбирать руки клиентам давать какие-то советы и когда ты видишь как преображается на твоих глазах человек это очень-очень интересно что касается самого физического процесса да ноги устают ноги болят частью спина не болит но ноги это просто что-то первый день когда я пришла с работы я была в ужасе просто того что мне пришлось простоять семь часов не садясь правда нет это было восемь часов и час перерыва на обед но семь часов непрерывного стояния на ногах поэтому я старалась как-то передвигаться старалась как-то что-то делать приседатель вместо того чтобы наклоняться чтобы не нагружать спину и в общем то да было трудно я пришла домой я была в ужасе я встретила мужа в такой позе на диване вверх ногами вот так вот рукой только махнула что и да я жива и сказала ему знаю что я ни за что не буду работать продавцом я была в ужасе в шоке ни за что не хочу никогда в жизни но на следующий день у меня этот ужас прошел потихоньку и я подумала что принципе не так все и страшно и в общем на второй день работа понравилась больше потому что я уже немножко привыкла и уже на 3 4 день уже ноги даже стали меньше болеть потому что как мне писали мои уважаемые зрители наступает привыкание и принципе сама работа достаточно интересная достаточно интересная но что касается отношений в коллективе вы знаете люди разные на самом деле и есть очень-очень приятные сотрудницы есть менее приятные есть даже такие язвочки одна например мне постоянно ставят палки в колеса такая женская бабская натура когда она ревнует когда как-то был случай когда я собрала образ одной покупательницы она была страшно довольна и спрашивала меня совета и видим вот эта дамочка наша продавец как-то приревновала она подошла и сказала что ей этот образ не нравится вот на что покупатель отреагировала таким легким недоумением она была удивлена и вообще она растерялась что и делать дальше в итоге она ничего не купила и ушла и вы знаете я думаю что этот случай очень показательная такой женской натуре натуры потому что но есть такие ревнивицы есть такие ревнивицы например я даже не представляю как бы я влезла разговоры всунула свое личное мнение для того чтобы показать что я какую-то значимость имею например это абсолютно не мой характер и но такие существуют наверное еще отсутствие опыта у этой дамы я думаю что жизнь не научит как-то каким-то образом и как правило жизнь учит таких людей потому что есть такой закон гумеранга вы прекрасно знаете и когда ты как-то относишься к людям то надо ожидать того что они также будут носиться и к тебе и вообще я заметила что каждое действие имеет какие-то последствия и негативные действия какие-то ошибки в жизни не потом как-то отражается и я в этом точно уверена испытано на себе и на других людях в общем-то так как-то вот но что касается выбора француженками одежды знаете что я когда старалась сделать какие-то выводы ходя прогуливаясь по улицам конечно эти выводы не были на 100 процентов достоверными нельзя например сказать точно что француженки имеют вот этот стиль и никак и не вправо и не влево во-первых на улицах огромное количество людей представители разных культур представители разных национальности разных социальных слоев и поэтому делать вывод том что вот есть такой стиль и никак иначе нельзя на улице вы этого абсолютно не увидите можно снимать стристайл да чтобы люди приблизительно представляли это гораздо интереснее но снимать на улице нельзя на во франции по крайней мере это не этично это преследуется по закону и если мы не хотим отхватить какой-то штраф то крупным планом людей на улицах снимать нельзя без их письменного соглашения вот но судя потому что я вижу магазин я теперь делаю какие уже более глубокие выводы и какие выводы я сделала во первых естественно как я уже говорила француженки не имеют возраста и выбирают одежду всех возрастов женщины абсолютно с одинаковыми вкусовыми пристрастиями например чаще всего в 90 процентных случаях француженки выбирают такие обычные ботиночки они очень-очень любят ботинки сейчас осень наступила и ботинки носит практически все все француженки это как правило как ни странно обычные классические ботинки на небольшом каблуке порядка трех пяти сантиметров иногда это бывает грубые берцы какие-то байкерские ботинки с каким-то клепками и всякие металлической фурнитурой но это бывает реже в основном это классика француженки вообще очень-очень любит классику что касается брюк джинсов практически всегда это скинни как ни странно где бы как мы не слышали что они вышли из моды что они сейчас не актуальные я кстати их не ношу уже тоже давно потому что я поняла для себя что я больше лучше себя чувствую комфортнее в более просторных силуэтах когда между одеждой и мною остается какой-то воздух какое-то пространство но француженки любят себя обтягивать это точно совершенно верно все выбирают скинни все выбирают стрейчевые материалы как правило это такие вот даже знаете мы наверно знаете знакомым материалским таким каким-то эффектом под кожу но это не кожа это как бы такую прорезиненность какая ты вот это француженки очень-очень любит заниженная талия тоже завышенная талия это как бы им все равно скорее всего это классический силуэт заниженной талии узкие ботиночки свитера свитера как правило опять же узкие джемпер очки очень редко выбираются какие-то оверсайз модели в основном это джемпера и они часто просят подобрать им джемпер своеобразным вырезом вот таким вот то есть горловины они особо тоже не выбирают гольф и водолазки да но реже чем v-образные вырезы больше всего это классика чтобы можно было нацепить какую-то цепочку или какое-то украшение то да наверное для этого пуховики куртки опять же укороченные модели это короткие пуховички приталенные ну вот такие классические модели пальто как правило пальто как правило классического силуэта выше колена у нас есть силуэты более удлиненные более оверсайз модели но они не любят особенно этот силуэт или пару раз я предложила девушкам и пыталась доказать как это красиво и мне даже удалось потому что когда они примерили эти насколько элегантно и красиво смотрится удлиненное пальто и они были страшно благодарны и купили и не было никаких возвратов и я тоже была этим очень довольна мне даже похвалила руководство вот и мне было очень приятно на самом деле вот что еще что еще стрижки француженки в основном любят стрижки это уже не к тому что они выбирают а просто вообще какой вид они имеют стрижки как правило или короткий или чуть чуть чуть-чуть удлиненный то есть длинных волос да как у меня это самый самый верный предел длинных волос я вообще наверное не видела ни разу ни одна француженка не приходила к нам длинными волосами с какими-то прическами такими удлиненными, нет, как правило, нет. Вот, что еще интересное было. Я, кстати, сейчас, пока я говорю, я буду пускать по ходу картинки приблизительно силуэты, чтобы представляли, чтобы не только на словах все это было. Кстати, очень любят они такие, опять же, V-образные джемперочки, чтобы из-под низа выглядывала какая-то рубашечка или имитация такого белого воротничка. Это они тоже очень-очень любят. Юбки, как правило, короткие, и чем старше француженка, тем короче юбка. Были разные ситуации, интересные и для меня удивительные, показательные, когда женщина уже в возрасте за 70 лет искала мини-шорты. Мы ей тщательно подбирали, ей все казалось не то и не это. В итоге она остановилась на таких кожаных шортиках и к ним подобрала такую прозрачную вузку. Были разные ситуации. Даже бывают, приходят пары, парень, например, с девушкой, как правило, муж и жена уже такие постарше, ну такие, скажем, от 30 до 40. Мне трудно вообще определять возраст сейчас, особенно, когда люди в масках. Вот, и я заметила то, что французы мужчины как-то более приветливые. Они, особенно когда в паре, они с удовольствием здороваются. Все женщины тоже очень приветливые, прекрасные. Но были случаи, когда жены ревновали и даже не отвечали на вопросы. Я, когда предлагала помощь какой-то, муж мужчины мне говорил, что все-все хорошо, все нормально. Женщина просто смотрела и она не отвечала. Может быть, там были какие-то проблемы со слуховыми какими-то функциями или с разговорными, не знаю. Но когда я сказала своей одной из коллег, то она сказала, что да-да-да, ты не удивляйся, такое бывает. И как-то даже с ней был случай, когда жена налетела на своего мужа и наругала его за то, что он разговаривал с продавцом. Вот, то есть, а почему ты с ней говоришь, она так вот сказала. И она как-то была тоже шокирована этим. То есть, всякое бывает. Люди есть люди, женщины есть женщины. И везде они одинаковые. Поэтому я, наверное, считаю, что вообще лучше работать в смешанном коллективе. Я работала и в мужском коллективе, и в смешанном, и в женском коллективе. Наверное, смешанный коллектив для меня лучше всего, потому что чисто женский – это всегда какие-то интриги, какие-то сплетни. И чисто женский коллектив, наверное, не всегда хорошо. То есть, нужно всегда разбавлять. Ну, вот такие выводы я сделала. И француженки, конечно, любят, предпочитают классику. И чаще всего это так. Хотя какие-то есть и фриковые варианты. Но в обычные классические магазины такие женщины не ходят. Для них, скорее всего, есть какие-то особые или винтажные какие-то магазины. Ну, особые-особые. У нас есть полно магазинов, где можно подобрать одежду. Которые просто будут тебе очень выделять из толпы. Ну, как правило, все-таки женщины предпочитают классику. Они любят какие-то стразики, любят какие-то легкие там блесточки. Вот. Одежду с люрексом, как ни странно. То есть, такой классический-классический стиль. Вот. Поэтому я опустила поверху небольшие картиночки. Это не продукция нашего магазина. Потому что это неэтично показывать один к одному. Ну, и у нас было такое негласное постановление, можно сказать, где мы не должны, где было сказано, что мы не должны афишировать место, где мы работаем, чтобы к нам не приходили друзья, чтобы не было какого-то предвзятого впечатления о магазине. Вот. Потому что мы даже не можем разговаривать между собой в магазине на какие-то посторонние темы. Разговоры могут быть только какие-то конкретные. То есть, как, что, куда положить, где взять. Или ты переместись сюда, я перемещусь сюда. Или можно мне отойти. Там, наверное, минуту выпить воды. В общем, разговоры чисто деловые, ничего особого. Вопрос такой, буду ли работать в магазине в дальнейшем. На 90% нет. Возможно, на полдня. Возможно, в каком-то другом магазине. Потому что я предпочитаю все-таки заниматься делом, которое мне нравится на 100%. Но сказать, что этот магазин соответствует моим вкусовым пристрастиям, я не могу сказать. Потому что я все-таки лично, я предпочитаю более какую-то одежду, ну, не знаю, какую-то, с какими-то претензиями, может быть. Не знаю, может, я слишком уже громко об этом заявляю. Потому что у каждого свой вкус. Но как бы я бы, если бы оделась в классическую одежду, я бы чувствовала себя крайне дискомфортно. Потому что, наверное, одежда должна быть больше, чем у самого человека. Возможно, для такой хрупкой маленькой девушки, возможно, классика очень подходит. Но когда в тебе метр семьдесят шесть и ты среднего телосложения, то хочется, чтобы одежда была немножко больше, чем самой тебя. Поэтому, наверное, я люблю оверсайз. И вообще, я люблю к одежде относиться немножко более игриво и как бы не совсем серьезно. Вы видели мой полушубок в прошлом видео. Он такой выслал тоже неоднозначную реакцию. Кому-то он понравился, кому-то нет. Ну, наверное, одежда для меня это прежде всего игра. И относиться к ней очень серьезно я не хочу. Вы знаете, когда я слышу многих некоторых блогеров, которые говорят, как правильно выбрать одежду, как лучше. Вот особенно есть такое слово «инвестиция». Инвестировать, например, в какую-то верхнюю одежду или в сапоги, это значит, нужно просчитать, сколько ты раз наденешь эту одежду, это пальто, сколько ты затрат в него внес, сколько будет стоить его чистка. И сколько лет оно тебе прослужит. Мне это уже изначально кажется очень скучным, и я этим заниматься точно не буду. Приблизительно можно где-то в голове прикинуть, так сказать, что если ты его наденешь пару раз, то как бы нет смысла его покупать, но такой глубоким таким расчетом-просчетом по отношению к одежде я заниматься точно не буду. Очень скучно, очень неинтересно, и здесь должен быть какой-то порыв души, какой-то рапорт. Вот так вот я считаю, но у каждого свое мнение, возможно, кому-то этим интересно заниматься. А что касается инвестиций, наверное, эта фраза больше подходит для каких-то других направлений в жизни, но только не по отношению к одежде. Но это, по крайней мере, у меня. Всех по-разному. Вот. Так что, дорогие мои зрители, сегодня такая тема. Я желаю вам хорошего денечка, хорошего настроения. И пишите мне, пожалуйста, свои отзывы, что вы думаете о стиле француженок. Находите ли вы в себе что-то подходящее в этом стиле. Потому что я, например, не считаю, что нужно копировать чей-то стиль. Главное, вообще нравится самому себе. Вот. И становиться француженкой. Ну зачем? У каждого свое. У каждого свое. Француженки хороши. Русские и белорусы хороши по-своему. Каждый хороший по-своему. В общем, главное, нравится самому себе. И жить в комфорте самим собой. Всем хорошего дня. Всем до новых встреч. Всем пока.